Приветствую тебя, мой друг! Ты на канале Генераля, меня зовут Виталя, и мы продолжаем, ну или начинаем, смотреть различные финалы жизни и страданий господина Бранте. Я уже было хотел использовать вот данную резервную копию моего игрового процесса, как можешь видеть, я просто сделал таких несколько копий сохранения в последней главе, в местах, которые показались мне наиболее важными сюжетными развилками. В общем, использовать сохранение данного сюжетного выбора для достижения, я так понимаю, двух самых лучших концовок заистинного бунтовщика, двух самых позитивных, что ли. А именно, это разгром Легиона и мир с наместником, соответственно, одна силовая, вторая дипломатическая. Но обе крайне позитивные, приводящие к истинной победе, насколько я понимаю. Но, я почитал ваши комментарии, за что вам отдельное спасибо, и понял, что данный игровой процесс нам, конечно, несомненно, подойдет, и данные концовки я получу, проблем нет, вообще нет проблем. Для этого нам сейчас нужно было бы просто подкупить стражу, совершив побег семьи из города, чтобы она потом не понижала параметры наши, оставаясь в городе и нуждаясь в защите от мародеров. А затем снова, снова казнить Софью, захватив власть над восстанием, и мы с легкостью придем к нужным нам концовкам. Но, я вдруг понял, что таким не должно быть идеальное прохождение на данной концовке. И у нас не получится с тобой идеального эпилога, потому что мы, как минимум, казним Софью, совершив вновь этот вероломный поступок, убив нашу любимую ради захвата власти. А значит, это уже не идеальная, да и не совсем позитивная истинная концовка для заговорщика. Поэтому, я стал искать способ, как бы сделать так, чтобы можно было и стать во главе восстания, и при этом не совершать предательского убийства Софьи. И, я, кажется, нашел такой способ. Я обратил просто свое внимание на другое предательство, совершенное нами в книге. Да, потому что мы не в первый раз предаем. Но, чтобы сейчас добраться до этого события, нам придется снова вернуться в предыдущую четвертую главу. У меня, к сожалению, нет там резервных сохранений, поэтому придется, я так понимаю, начинать главу с самого начала, через вот это меню. Да, конечно, принимаем. И постепенно, таким образом, дойти до нужного нам события. Сейчас я до него, собственно, доберусь. А все решения в событиях, разумеется, я буду выбирать точно, абсолютно те же самые, что и раньше тут у нас были. Ну вот я и достиг того самого события под названием «Взрывная волна» из четвертой главы. Мы в прошлый раз выбирали вариант предупредить Эль Вермана о том, что Майер и Гмонд вместе с рабочими, с шахтерами, с простым людям идут к зданию ратуши для того, чтобы устроить там манифестацию, демонстрацию. Некие волнения продемонстрировать, что народ простой, обеспокоен и недоволен тем, что там какой-то праздник у них в городе. И типа дворяне шикуют, а мы здесь нищие такие. И мы предупреждали Эль Вермана об этом. И он устраивал засаду из дворян. И они устроили там резню, стрельбу по безоружным шахтерам. И очень-очень-очень много людей простых у нас погибло. В том числе нашему брату Стефану по голове там настучали, но он жив остался. Этот вариант абсолютно предательский. Но почему я его выбирал? Потому что репутация плюс один здесь. А я тогда еще не знал, что при попытке объединить семью, мы все равно получим модификатор репутации минус десять. И в любом случае мы ее уничтожим и получим клеймо позора. Об этом я тогда не знал и пытался поднимать репутацию всеми способами возможными. И выбрал предательский вариант. И я не знаю, это совпадение ли, мой друг? Или книга, игра так продумана, что если мы хотя бы раз отклонимся от верного курса, выбранного нами, например, революционного, и начнем там что-то хитрить, начнем юлить, начнем предавать, то потом нам выльется это в то, что придется еще раз предавать, раз уж мы стали на такую скользкую дорожку ради удовлетворения каких-то наших потребностей, ради получения каких-то там интересных нам характеристик, модификаторов. А конечно, конечно, разумеется, если выбирать здесь сердцем, то нужно выбирать участие в этом бунте. Не то, что там воспользоваться как-то этим бунтом. Нет, мы сами поучаствуем в этом бунте, мы революционеры или кто мы? В конце концов, мы спровоцируем еще больший бунт, еще больше восстания, поступим как настоящие революционеры. И что же мы получим в результате? Мы получим порядок минус один, волнение плюс один, но там повышать некуда нам на данный момент. Шпионская сеть минус один, что в принципе неплохо. Смерти плюс один получим мы, но у нас еще есть попытка одной смерти. И мы точно уже знаем, что дальше нам не нужно будет гибнуть, поэтому мы можем потратить последнюю нашу жизнь, а потом уже останется совсем последняя крайняя смерть, которая ведет просто в любом случае к истинной смерти. Здесь мы истинную смерть сейчас не получим. Но мы получим манипуляция плюс один, тайные планы плюс один. Основной это, конечно, манипуляция. Мы получим манипуляцию плюс один, а ты знаешь, друг, к чему это приведет? Это так придет к тому, что мы сможем мирным абсолютно путем отстранить Софью от руководства восстанием, возглавить восстание и привести его, собственно, к нужным нам, отличным истинным концовкам за бунтовщика. Выбираем данный вариант, спровоцируем бунт, посмотрим, к чему это приведет. Дворяне никогда не считали простолюдинов значимой силой. Мирные выступления – пустая трата сил. Пока не прольется кровь, никто не станет слушать шахтеров, сколько бы их не вышло на улицы. В таких делах нельзя доверяться случаю. Позвав Мосса и старца Фуада, ты вводишь всех в курс дела. Нужно собрать членов последней капли. Тех, кто не боятся замарать руки, они должны быть готовы к утру. Вам нужно будет влиться в марш шахтеров и понадобится взять с собой оружие. Выступление готовится как мирное, а вы же должны подтолкнуть людей и применить силу. Мне понадобятся толковые ребята в помощь. Уж не без суть. Придется оставить десяток важных господ без слежки. Не так уж много у меня людей. И на то, и на другое не хватит. Хорошо, пусть будет так. Лишь бы все вовремя были на местах. Утром в процессе шахтеров вступает в город. Работники несут с собой инструменты. Одетые в лохмотье, измазанные копотью, сажей и угольной пылью, они выбивают лопатами и кирками по ведрам нестройный, но громкий марш. Шахтеров ведут за собой промышленники, во главе которых сам Майер Игмонт. Он скандирует, перекрикивая грохот металла. Верните нам порох! Верните нам жизнь! Хотите угля и серебра? Верните порох! В Торе своему лидеру люди громко повторяют эти слова. Из окон домов в процессе поддерживают жители города. Редкие жандармы разбегаются кто куда. Процессия движется к ратуши. Первыми у северных ворот к ним присоединяются люди Оливера. Убийцы, должники, воры, готовые на все ради денег. В толпе они выглядят как простые горожане. Когда процессия входит в храмовый квартал, серую массу шахтеров разбавляют белоснежные одеяния священникам новой веры. Старец Фуат постарался на славу. Голоса священников вторят требованиям простолюдинов. Громогласный хор становится все сильнее. Близнецы с нами, друзья! Им уходны наши дела! Ближе к дворянскому кварталу вступает Олида, ведя за собой самых молодых членов последней капли. Нарастающая поддержка заметно воодушевляет шахтеров. Тщательно скрыв лицо, ты прячешься в переулке неподалеку от ратуши. Дождавшись процессии, ты вступаешь в первые ряды и позволяешь людской реке нести себя. Как только красный платок взметнется над толпой, твои люди начнут действовать. Марш подходит к ратуши. Бал сорван. Дворян, не успевших покинуть праздник, со всех сторон окружают скандирующие шахтеры. Где-то среди них сейчас и Стефан. Все, что успевает предпринять бургомистр, это созвать жандармов. Их недостаточно для разгона подобной толпы. Однако обольщаться не стоит. Скоро здесь появится и городской гарнизон легиона. Чувствуя свою силу, толпать, совершенно не опасаясь жандармов, продолжает скандировать и бить кирками о ведра. Среди железного рокота продолжает разноситься клич. Верните нам порох! Верните нам жизнь! Хотите угля и серебра? Верните порох! Эдмон вскакивает на импровизированную трибуну. Рабочие люди-магры! Те, кто должны защищать вас от невзгод, сегодня празднуют! Пусть они увидят вас! Пусть они услышат вас! Тех, кто днями и ночами во мраке шахт и рудников добывают кровь в нашей провинции! Тех, кто не видит дневного света! Тех, кому наши дворяне обязаны своим богатством! Громогласный клич, грохот кирок и лопат – это момент истины. Или Эль Верман пойдет на уступки, или не обойдется без крови. К чести бургомистра он не трусит лично выйти к народу, – толпа замолкает. Я понимаю вашу нужду, однако я не допущу подобной смуты в своем городе. Немедленно покиньте, а не зодьте, иначе жандармам и легионерам придется заставить вас силой. По толпе проносится рокот, люди на гради бунта. Явно сознавая это, бургомист поднимает руку, пытаясь добавить что-то еще, но не успевает. Выбросив красный платок в воздух, ты хватаешь с земли булыжник и бросаешь его. Тяжелый камень врезается в грудь Эль Вермана. По всей толпе раздаются крики людей Мосса «Бей их!» Камни летят с жандармов, те пытаются отбиться, но провокаторы бросаются на них, увлекая за собой распаленную до предела толпу. «Стойте! Остановитесь!» Призывы остановиться бесполезны. Схватки не избежать! Твоя работа здесь окончена. Ты пытаешься выбраться из толпы. Но стихия не отпускает тебя из своих плотных объятий. Ты часть этой реки. Ее бурный поток несет тебя все дальше. На помощь жандармов поспевают дворяне. Аристократы обнажают шпаги и вступают в неравный бой с толпой. Толкотня, давка, неразбериха, крики, запах крови и пота. Кирки и лопаты легко превращаются в смертельное оружие. Толпа швыряет тебя из стороны в сторону. Ты с трудом держишься на ногах, запинаешься тела тех, кто оказался менее расторопен и удачлив. Кажется, что тебе удастся прорваться через встречный поток народа. Но из-за спины раздается знакомый голос. Не уйдешь, смутьян! Меня Стефан убьет! Ник! Меня брат родной убил! Нифига себе этот поворот! Это стоило как минимум того, чтобы посмотреть это событие! Удар холодной стали в спину. Острие шпаги торчит из живота. Толчок! Ты соскальзываешь с лезвия. Голова идет кругом и ты валишься на брусчатку. Удар твердого камня о лицо. Хруст сломанного носа. Оглушающая боль. Соленый вкус крови во рту. Темнота. Ха-ха! Нас Стефан убил, прикинь! Вот это поворот! Вот это поворот! Ты стоишь посреди необъятной серой пустоты. Вокруг тебя только тени. Все они призраки твоих решений. Порождение твоей личной воли. Перед тобой все твои победы, поражения, ошибки, надежды. Рядом с тобой оживает еще одна тень. В зыбких движущихся фигурах ты угадываешь свой последний поступок. Смерть, на которую ты пошел, зная, что она впереди. Таким было твое решение. Тени кружат в бесконечном танце. Следы всех твоих шагов, начиная с самого рождения. Гигантским силуэтом над всеми ними нависает она. Твоя будущая истинная смерть. Ее неотвратимость теперь невозможно отрицать. Она ждала тебя здесь всегда. И тебя от нее отделяет лишь один шаг. Но сделаешь ли ты его сам? Из пустоты к тебе появляются знакомые исполинские фигуры богов. Они легко подхватывают и берут твою крохотную душу в свои руки. Ты всегда был в руках близнецов. Ты создан по их воле. Старший не даровал тебе свою любовь. Он наполнил тебя ею насильно. Младший устроил тебя по своему закону, не дав тебе никакого выбора. В пустоте поднимается невероятной силой вихрь. Боги отпускают тебя в него, и ты летишь, подхваченный потоками неизмеримой воли. Ты ничтожная частица этого вселенского потока. Только эта воля определяет все события, настоящее, прошлое, будущее, твои крохотные поступки и решения, ничто перед силой, что таится внутри этого потока. Ты летишь в космическом вихре воли близнецов, пока он не исторгает тебя. Ты падаешь, возвращаясь назад к земной жизни. Только теперь ты снова обретаешь способность действовать. Ты узреваешь все воли мира. Они переплетены в вечной борьбе друг с другом. Какой воле ты будешь следовать? Воле старшего. Ты следуешь воле Бога, который несет любовью мир. Воле младшего. Ты следуешь воле Бога, который установил над миром свой закон. Земная власть. Ты подчиняешься земному воплощению закона и государственной воле. Река крови. Ты следуешь воле своих предков и наследию своего рода. История. Ухода истории есть своя воля. Это должен занять место, назначенное тебе этой волей. Твоя воля. Ты не находишь никакой другой воли, которая готова подчинить свою жизнь, кроме своей собственной. Точно не земная власть, точно не река крови. Это дворянский явно выбор. История. Да. Моя судьба это войти в историю. Изменить здесь все к лучшему. Достигнуть положительных концовок. Я выбираю историю. Ты падаешь в бесконечное сплетение воль земного мира. Вырвавшись из вселенского вихря, ты наконец смог проявить свою собственную волю и сделать выбор. Это как первый глоток воздуха, после того, как задыхался в чужой воле. Воле богов. Но чтобы воплотить избранную тобой волю здесь, в земном мире одного лишь решения недостаточно. Тебе предстоит пройти весь путь до конца. Воплотить эту волю в решениях, делах и поступках. Ты распахиваешь глаза и резко садишься. Гробница вращается перед глазами. Затклый запах забивает ноздри. Ты вырвался. Сохранил себя в раздирающем на части вихре. По воле близнецов твое существование продолжается. Хочется упасть на спину и расхохотаться. Ты вернулся. Вот, зато посмотрели описание при третьей смерти, малой, что там происходит на небесах. Пробуждение. Первый болезненный вздох. Тишина склепа. Никто не встречает тебя. Скорее всего, родные даже не знают о твоей смерти. Может, оно и к лучшему. Прошедшие события стали отличной проверкой. Генеральной репетицией перед тем, как Филиппес командует начинать бунт. Все правильно. Это действительно была репетиция. Мы должны ее были пройти. А мы ее не прошли. Мы выбрали предательский вариант. И потом игра нас наказала, заставив против нашей воли выбирать снова предательский вариант. Мой друг, я так понимаю, нужно следовать неотрывно своему пути. Если мы выбираем какой-то путь, например, там, дворянина истинного, который должен топтать простолюдина ногами, убивать их направо и налево, то мы должны неотрывно следовать этому пути. И тогда мы придем к настоящему какому-то хорошему финалу. А если мы будем там пытаться увиливать, как-то какие-то варианты выбирать, там, в силу каких-то там бонусов или еще чего-то, то у нас ничего не получится. В результате нас игра накажет. Наверное, так. Хотя, возможно, это было совпадение. Но хочется верить, что это так задумано, так хитро, так тонко. Это было бы гениально просто. Ты сумел испытать своих людей в действии, и они оправдали все ожидания. Когда придет время, ты будешь готов. Но хочешь ли ты, чтобы оно действительно настало? Хочу. Порядок минус один. Волнение плюс один, десять. Шпионская сеть минус один до двух. Смерти умершей трижды. Манипуляция плюс один до восемнадцати. А еще два пункта я до конца данной главы, естественно, подниму, делая, опять же, все те самые решения во всех событиях, которые мы и делали в прошлом прохождении. Тайные планы плюс один до шестнадцати. Тоже у нас там одного пункта не хватало. Но нам вроде там планы везде хватало. У нас только манипуляции не хватило. И грянул гром. Это событие вызвано твоими предыдущими поступками. Шпионская сеть меньше двух, мой друг. Мы вообще тут посмотрим сегодня концовки или нет? У нас какое-то новое событие произошло из-за того, что я очень сильно снизил шпионскую сеть. Ну что ж, давай посмотрим. Поздний вечером ты велишь всем работникам покинуть типографию. Сегодня Филиппо Эльферро желает видеть тебя лично. Ты сидишь за столом, напряженно вслушиваясь каждый звук. Негромкий топот за дверью. В комнату входят несколько мужчин во главе с Моссом. Вечер добрый, Виталя. Нет сомнений, все они при оружии. Мужчины остаются у двери. Постукивая тростью, входит Филиппо. Нездороваясь, он садится за стол, смотрит на тебя, прищурившись. Итак, Брантон, как идут дела нашей шпионской сети? Понятно, плохо идут дела, вот он пришел. Ты открываешь рот, но советник не дает тебе ответить. В его голосе нет намека на дружелюбие. Почему нет никаких результатов? Ты меня вздумал вокруг пальца обвести? Или ты просто дурак, которому нельзя поручить такую важную работу? Чем мне объяснить твою бездарность, Бранте? Предательством? Или глупостью? Ты не понимаешь, что твоя работа это единственное, чем ты должен заниматься. Ты не понимаешь, как она важна? Я стою на границе хаоса, который вот-вот поглотит всех нас. От добытых к тобой сведений зависит безопасность империи. И как же ты отвечаешь мне на мое доверие? Бездействием и пустой тратой времени. Либо ты намеренно не торопишься выполнять мои поручения, либо ты слишком глуп и не расторопен, чтобы их выполнять, а мне не нужны ни предатели, ни дураки. Может, я зря поверил Софье? Может, мне следует избавиться от тебя и найти того, кто справится лучше? Просить прощения! Смерти еще плюс один, но это уже будет все, финальная наша смерть. Шпионская сеть еще минус один. Манипуляция еще плюс, но нам уже не нужно, мне хватит. Запас сил плюс 10. Филиппы отношения минус один. Обещать скорейших результатов можем, потому что тайных планов хватает, потому что есть запас сил, запас сил у нас много. Волнение минус два, шпионская сеть плюс два, тайные планы плюс один, запас сил минус пять. Ты бросаешь все силы последней капли на сбор необходимых Филиппа сведений. Солгать, Филиппа! Ты обещаешь, что бросишь все силы последней капли на сбор необходимых Филиппа сведений. Манипуляции позволяют, запас сил позволяет. Опа, и можем еще манипуляцию поднять. Запас сил минус 10, манипуляция плюс один. Волнение минус 2 Там нормально С волнениями у нас все будет Блин, я уже тут не помню, что у нас там Бунт, последний капли, сколько там нужно? 9, 10 Ну там еще и близость с Софьей мы еще не получали Это у нас еще только ждет Давай-ка я, наверное, выберу, пожалуй Ну, тайные планы подниму Тут запас сил меньше, потеряю, шпионскую сеть подниму Почему бы нет до 4? Давай Обещаем скорейших результатов ему Манипуляция мне еще не нужна, вот что, 21 набирать, что ли? Вроде нельзя так Ты заверяешь советника, подобное больше не повторится Ты немедленно направишь все силы под поле На добычу ценных сведений и вербовку осведомителей В ближайшие дни господин Филиппе Увидит результат Тебя же лучше Если это будет правдой, Бранта Я даю тебе последний шанс Если ты не предоставишь мне сведения, которые я найду Интересными в ближайшее время Я решу, что твоя служба И жизнь для меня бесполезны Филиппе поднимается, кивает своим людям Выходя, он что-то шепчет Моссу После чего вместе с остальными покидает типографию Внутри остаетесь лишь ты и Оливер Тот добродушно улыбается Велено проследить за твоими успехами, Виталя Ты же не хочешь вновь расстроить господина советника В следующие несколько дней ты без сна трудишься над сбором сведений для Филиппе Единственный быстрый способ это сделать Принести в жертву часть последней капли Люди, которых ты хотел использовать для слежки за волнениями в городе Становятся новыми ниточками в сети ваших шпионов Сами того не зная Вскоре новые сведения ложатся на стол советника Лидеры политических кружков Члены Мещанской партии Малого Кворума Дворяне, выступающие с критикой власти Все они оказываются под строгим надзором Филиппа Эльферро Многих тайная канцелярия сразу берет под арест Некоторых отправляют ссылку Есть и те, кого приговаривают казни за поддержку мятежей Все эти люди друзья, коллеги и родственники тех, кто присоединился к последней капле Ваше общество охвачено отчаянием и паникой Я надеюсь, это тоже какой-то немножко непредательский вариант Нам не зовется плохо Но не должен по параметрам вроде как Мы наоборот тут все параметры подняли У нас восстания поднялись, когда я выбрал спровоцировать бунт на площади А потом опустились, когда я пообещал Филиппа шпионскую сеть поднять А там шпионская сеть у нас понизилась, тут повысилась У нас баланс, у нас все то же самое За исключением того, что у нас теперь тайных планов больше, чем у нас было в прошлый раз Но нам это не сильно надо Самое главное, что у нас палипуляции теперь хватает более чем Я не хотела верить, но иначе невозможно это все объяснить Кто-то внутри последней капли шпион Мы должны найти этого предателя Ты киваешь ей? Рано или поздно предатель обязательно выдаст себя Нормально все, нормально все у нас прекрасно Я надеюсь, у нас сейчас не начнут еще происходить всякие события Связанные с тем, что тайных планов у нас 17 у нас никогда столько не было, по-моему И тогда, значит, мы идем Идем уже непосредственно к концовкам Ну да, вроде как ничего больше у нас не произошло Все, мой друг, встретимся теперь на ключевых событиях В последней пятой главе Ну вот и случилось у нас событие Последнее, дающее нам манипуляцию плюс один А именно покаяние Натана Бранте Когда он хотел с собой покончить, чтобы увидеть воочию богов, близнецов Мы его отговорили, позвали матушку могли Потому что она выздоровела И у нас манипуляция 20 Что-то нам дает это Сейчас мы посмотрим 20 манипуляций Или ничего нам не дает 20 манипуляций Ну похоже, ничего нам 20 манипуляций не дает Ну что ж, мой друг И вот мы снова на том же месте На котором начинали данную серию Но все отличие на этот раз в том Что у нас манипуляция 20 На этот раз у нас манипуляция позволяет Мирным образом возглавить восстание Без предательств дальнейших Без убийства Софьи Так, и нам нужно, чтобы семья все-таки Все же, несмотря ни на что Все равно покинула город Это будет правильным Потому что они потом нам не будут понижать Необходимые нам параметры И мы выберем вариант Конечно же, подкупить стражу Потому что другие варианты тоже Сказываются на простолюдинах А здесь тоже на простолюдинах сказываются И таким образом мы понизим эти параметры Нам их понижать Ни в коем случае нельзя Только повышать, только повышать Поэтому семья должна покинуть город Здесь сейчас будет опасно, жарко Они должны покинуть город Отправиться в безопасное место Отец прав С бедняками-простолюдинами Явно нужно договориться Особенно если не скупиться И отдать им сундук с семейной казной Мы потеряем все, что нажили за эти годы Но зачем нам деньги посреди гибнущего города Не будем дожидаться, пока они отберут все сами Действуй, сынок Ты берешь переговоры на себя Осторожно выходишь из экипажа И обращаешься к вождю стражников Вы готовы оказать посильную помощь восстанию И пожертвовать на его нужный семейную казну А стража без лишнего шума Выпустит экипаж за ворота Глава отряда довольно успехается Опираясь на ружье А вот это другое дело Отдавайте золото И мчитесь отсюда на все четыре стороны Не бойтесь Мы хоть и неблагородные Но слово держать умеем Сундук со всеми вашими ценностями Отправляется в руки стражников Карету пропускают на баррикаду А ворота со скрипом открываются Пришло время прощаться Ты должен остаться в городе Сегодня ты попытаешься вмешаться в события на улицах И изменить ход истории Ты торопливо обнимаешь родных на прощание Увидитесь ли вы вновь? Как бы я хотел Чтобы ты ехал вместе с нами, Виталя Но знаю Что ты не можешь поступить иначе Для тебя слишком многое поставлено на карту Береги себя, сын Я верю, что мы скоро встретимся Экипаж выезжает за стены И несется прочь из Анизоти В безмолвную и спокойную пустошь С тяжелым скрипом ворота вновь закрываются Ты остаешься наедине с восставшим городом Богатство минус пять до одного Она нам все равно не нужна Получила достижение Семья сбежала Хорошее начало положено Семья Бранта покидает охваченный мятежом Анизоти Так, у нас даже немножко не по плану, мой друг, пошло Потому что Потому что у нас появился новый вариант Выбора В следующем событии После того, как мы семью спасли Эвакуировали ее благополучно из города У нас раньше были все варианты заблокированы В прошлом прохождении Я выбирал вариант выждать Запас сил плюс 10 Но он абсолютно Абсолютно нам не нужен был А все остальные были варианты заблокированы А теперь у нас разблокировался вариант в данном событии Собрать отряд заговорщиков Вот тут события, типа Кого ты привлечешь еще дополнительно в свой лагерь Мы никого не привлекали, потому что не могли А теперь мы можем Можем собрать отряд заговорщиков Потому что тайные планы У меня теперь 17 А в прошлый раз у меня 15 было Давай, давай Последствия мятежник Восстание плюс 1 Войска плюс 1 Это, по-моему, вообще мне не нужно Я и так там до максимума все это подниму Но почему бы нет Давай выберем Почитаем Как бы правильный вариант Это очень правильный вариант Заговорщика В гуще начавшегося восстания Затерялось множество верных тебе людей С последней капли Последние часы затишья Лучшее время, чтобы отыскать их Ты отправляешь призыв по всему городу Место сбора прежнее В полудню твоя опустевшая типография Снова бурлит Со всего города сюда стекаются бойцы Готовые сражаться за дело восстания Они знают тебя, как вожака подполья И верят, что в поднявшейся смуте Держаться нужно именно тебя Правильно, молодцы Ты раздаешь оружие Назначаешь помощников Учишь правилам уличных боев Наносить удары по врагам Быстро и неожиданно Отступать и рассеиваться Чтобы снова собираться в отряд Шахтеры Рудокопы Мастеровые Лавочники Бедняки Отчаивающиеся простолюдины Готовы поставить на карту Все свои смерти Вплоть до истинной Они либо победят Либо будут казнены За неслыханное преступление Против империи Другого исхода нет Сможешь ли ты оправдать их надежды И привести к победе? Да Настало время это узнать Настало В городе вновь раздается Грохот выстрелов Затишье Кончилось Восстание плюс один Войска плюс один Отлично Ну и собственно То самое событие Ради которого Весь был сыр-бор Хе-хе-хе-хе-хе-хе Ради вот этого выбора Ради вот этого варианта Остановить Софью Для того, чтобы она не стала Во главе бунта А тогда во главе восстания Сможем Встать Мы В прошлый раз нам приходилось Выбирать Прийти на помощь Софье Что давало нам восстание Плюс два Войска плюс один Запас сил плюс пять И Софья становилась Во главе бунта А теперь мы можем выбрать Вариант Остановить Софью Ненависть погубит И саму Софью И ваше дело Ты спасаешь Софью Из ловушки Чтобы вразумить ее И взять руководство Мятежом В свои руки Можем Потому что войска У нас больше одного Манипуляция у нас Двадцать Наконец-то И Софья любовь Получим Войска плюс один Но там некуда повышать Восстание минус один Так Это не проблемка Или у нас будет Восстание минус один Да нет В принципе В принципе не проблемка Там мы еще будем Поднимать его Запас сил Минус пять Софья Надежда Давай Получено достижение Миротворец Ха Мой друг Мы миротворцы Мы правильный вариант выбрали Нифига себе За это даже достижение положено Вот это да Ты тихо отдаешь приказ Оружие к бою Двигаться скрытно Следовать за мной Нужно спасти Софью и ее людей В пылу схватки Среди грохота выстрелов Дворянская конница Не замечает вашего приближения Ты подводишь свой отряд ближе Улучая момент Для неожиданного нападения Софья и ее бойцов теснят Кольцо всадников сжимается Вокруг отчаянно отбивающихся мятежников Отряд В атаку Наше дело правое Софья мы идем Смерть тираном Ляск стали Пороховой дым Запах крови Ржание лошадей На улице по которой Ты еще юнцом ходил в школу Господина Тибора Развернулась настоящая битва Двигаясь сквозь гущу схватки Ты находишь Софью По золотым вспышкам чар Противники скованы Ее заклятиями Один за другим Валятся из седел Желтые глаза Софьи Горят яростью Иди сюда Оттон Я покажу тебе На что способна Твоя служанка Потеряв голову Девушка рвется Прямо на клинки всадников Ты пробиваешься к ней Софья Виталя Наконец Я думал тебя схватили Вперед Раздавим их вместе Ты перекрикиваешь Шум сражения Нет Здесь вам не выстоять Нужно вырываться Из окружения Опомнившись Софья переводит дух Яростный золотой блеск В глазах угасает Верные бойцы Заслоняют ее От натиска всадников Оттона Со стороны Серебряного квартала На вас уже мчатся Свежие силы Дворянского ополчения Ты хватаешь Софью За локоть Охрипшим голосом Ревешь бойцам Отступаем Под прикрытием Ружейного огня Вы уходите дворами Коннице не удается Преследовать вас Издали доносится Только разъяренный Голос Оттона Я доберусь До тебя мерзавка Благодари близнецов Что у меня есть дела Посрочнее Уцелевшие люди Из отряда Софьи Зализывают раны В проулки Посреди заколоченных домов Они присоединяются К приведенным Товой бойцам Вооруженные ружьями И бомбами Вместе они Серьезная военная сила Пока бойцы Приходят в себя После схватки Ты ищешь Софью Она сидит поодаль На крыльце брошенного дома Глядя на собственное отражение В мутном стекле Окна напротив Она пытается Набить трубку Руки дрожат Колени усыпаны Крошками табака Я чуть не погубила Наше дело Виталя Если бы не подоспел ты Вот он пытался Настроить людей Против нас Доказывал Что я безумна Я не могла это так оставить Ты кладешь руку ей на плечо Софья вопросительно Поднимает на тебя глаза Ты просишь Выслушать тебя И не гневаться Дело вовсе не в Оттоне И его кознях Софья уже давно Потеряла Настоящую цель Своей борьбы Она живет Лишь болью Которую ей Причинил этот мир Она хочет Только мстить И разрушать Но что она оставит миру После того Как уничтожить Старый порядок В гневе Софья вскакивает И бросает трубку на земь Что? Ты повторяешь Слова Оттона Виталя Что я безумна? Я не знаю Жалости? Ты сам пошел За мной И ты знаешь Ничего так и не изменится Пока мы не разрушим Старый мир До основания Мы должны это сделать Даже если погубим Все Что для нас дорого Выдержав вспышку гнева Ты примирительно Протягиваешь Софье руку Она дорога тебе И ты не станешь Приносить ее в жертву А как поступит она? Софья дрожит Не находя слов Ты продолжаешь Да Мир, созданный Близнецами Безжалостен В нем Бесчетное число Страданий Несправедливости Мерзости Но в нем Есть и другие вещи Ваши верные соратники Честные люди Желающие лучшей жизни Надежды на перемены Ваша с Софьей близость Неужели она готова Уничтожить все это? По щекам Софьи Катятся слезы Я не знаю Другого пути, Виталя Мир столько раз Показал мне Что заслуживает Только разрушения Ты берешь Софью за руку Она крепко До боли сжимает ее Нет Говоришь ты Вы прошли вместе Длинный путь Ты не допустишь Чтобы все Ради чего вы боролись Сгорело в огне Безжалостной войны Софья колеблется Дрожащими пальцами Она вцепляется В твою ладонь Я больше не верю Самой себе Я завела Всех нас в тупик Ты притягиваешь Ее голову К своей И шепчешь Софья сделала Невозможное Она подняла Народ Испокон веков Умеющие Лишь покорно Страдать На борьбу Софья вела Людей за собой Она в ответе За то Чтобы принести Их не к руинам И гибели А к новому миру Софья слабо Улыбается В ответ И встает Я умею Только разрушать Строить новое Придется тебе Виталя Я отступлю В сторону Буду помогать тебе Всеми силами И верить Что ты Окажешься прав Дальше народ На борьбу Поведешь ты Слезы на лице Софьи высыхают Прежним Твердым голосом Она созывает К вам бойцов С этого момента Вы в полном Подчинении У Бранте Все вы знаете Его верность Нашему делу Доверитесь ему Он приведет Вас к победе И к новой жизни Она кладет Руку тебя на плечо Ты поднимаешь Кулак И бойцы Последней капли Поднимают вверх Ружья Выкрикивая Твое имя Они пойдут За тобой Софья Отводит тебя В сторону Ладно Хватит болтовни У нас множество Врагов в стенах города Мне донесли Что Оттан и его Полчение уже Двинулись к префектуре Они собираются Казнить Эльборна И его Судей за измену У префектуры Собралась толпа Их нужно Привлечь на нашу сторону Да и сам Эльборн Все еще может Стать нашим Союзником Отправляйся туда Пока я буду Собирать народ На площади империи Мы должны Объединить всех Восставших в городе Чтобы дать Отпор легиону Прежде чем Ты уходишь Софья крепко Сжимает твою руку Возвращайся Ко мне живым Виталя Ты нужен Народу А не Зоти И мне Ты сжимаешь Ей руку В ответ На этом Вы расстаетесь Софья В сопровождении Самых верных Соратников Отправляется К площади империи Твой же путь Лежит К префектуре Войска Плюс один Восстание Минус один Запас сил Минус пять И следующее событие Нам также Необходимо Изменить Мой друг Для того Чтобы Получить Возможность Выбора В том числе И положительной Концовки Осада префектуры Это все мы читали Поэтому читать Мы это не будем Мой друг Если ты по какой-то причине Этого всего не читал Не видел Включи пожалуйста Предыдущую серию Посмотри Это у нас Все там Было Мы выбираем Вариант первый Поднять толпу На защиту Префекта В прошлый раз Мы выбирали Вариант Не вмешиваться Потому что Я не хотел Поднимать Силу восстания А теперь Нам нужно Поднимать Силу восстания И Огустен Эльборн Нам нужен Живым И в нашем Лагере Мятежников Получим мы Судьба Мятежник Но у нас Так она Мятежник Власть Плюс один Это тоже нам нужно Порядок Минус один Нам все равно На него Восстание Плюс два Нам это нужно Войска Плюс один Нам не нужно У нас максимум Запас сил Минус пять Нам все равно А Огустен Эльборн Мятежник Нам обязательно Нужно Выбираем Конница Оттона Скачет На строй Жандармов Если ты не мешаешься Сейчас Префектура Падет Нужно действовать Полной решимости Ты врываешься В самое сердце Толпы И впрыгиваешь На перевернутую Повозку И взываешь К народу По толпе Разносится Бранте Виталя Бранте Говорит Во весь голос Ты кричишь Люди Анизотти Не страшитесь Дворянского гнева Впервые За всю историю Империи Ваши жизни В ваших руках Забудьте Про удел Покорности Боритесь И воюйте Все эти годы Префектура Защищала Права и свободы Простолюдинов Нельзя отдать Ее в руки Врага Вперед На защиту Префекта Услышав тебя Даже сквозь шум Схватки Эльборн Вторит тебе Со ступеней Префектуры Докажите Что вас Еще не запугать Берите Своё право Силой Я Префект Эльборн На вашей стороне Водушевленные люди На глазах Сплачиваются Им уже есть Что терять И они Не отдадут Свободы Без боя В мгновение Оха Толпа Ощетинивается Палками Дубинами Самодельными Копьями Раздавая Приказы С возвышения Ты направляешь Новообретенное Войско В тыл Конников Оттона Руби Чернь Не щадить Никого Конница Разворачивается Чтобы встретить Толпу Лавины Мечей Хруст Костей Под копытами Свист Стали Разрубающий Беззащитные Тела Запах Крови Заполняет Площадь Павшие Обращаются В облако Светящегося Праха Ты яростно Командуешь Удерживая Простолюдина В строю Не размыкать Строй Выстоять Лучше Малая смерть Чем вечное Рабство Садники Ударяют Вновь Но не Конница Тонет В людском Море С тыла Воинства Оттона Теснят Жандармы Одного За другим Всадников Сбрасывают С лошадей Дворянское Ополчение Дрогнуло Предательская Чернь Отступаем Оттон Вместе С уцелевшими Конниками Разворачивается И скачет Прочь Расчищая Сяпуть Яростными Ударами Сабель Стычки Пало Не меньше Половины Его отряда Победные Крики Оглашают Площадь Потрясающие Оружием Простолюдины Переходят Под твое Командование Однако Праздновать Победу Рано Вы Отбили Лишь Одно Нападение Сквозь Толпу К тебе В спешке Прорывается Префект Эльборн Виталя Ваша Отвага Спасла Префектуру Я На вашей Стороне До конца Можете Всецело Рассчитывать На мою Поддержку Нужно Торопиться Творянское Ополчение Промандование Вы Брата Отправляйтесь На помощь Настоятелю Ленарту Его шествие Уже Двинулось К Белому Древу Противники Новой Веры Ждут Его С оружием Наготове Нам Нельзя Допустить Новую Бойню Город И без Того Готов Взорваться Как бочонок С порохом А сам Ленарт Крайне Важный Для нас Союзник Без Духовного Вождя Нам Не Сплотить Город Для Отпора Легиону Ты Соглашаешься С Эльборном Уже Скоро У Белого Древа Все Увидят Исход Противоборства Новой И Старой Веры Нужно Быть Там Пожелав Префектуру Удачи Ты Собираешь Войска И Выдвигаешься К Белому Древу Статус Эльборн Мятежник Власть Плюс Один До Четырех Практически До Максимума Скоро Власть Террора Будет Порядок Ноль Восстание Плюс Два До Семьи Восстание Побеждает Войска Три Но С войска Три И были Запас Сил Минус Пять Нормально Что ж И настало Время Выбрать Вождя Мятежа Я пропустил События С шествием К Белому Древу Потому что Я там Выбирал Абсолютно То же Самое Потому что Мы там Ничего В любом Случа Выбрать Другого Не Можем То есть Там Броги Проявляют Ярость И там Как бы Все вроде Как проигрывают Жанна умирает А Ленард Раздавлен И подавлен У нас Случается Несмотря на все Там Горячие слова Огустона Эльборна Мы там все равно Выбрать Ничего другого В любом случае Не можем Там все варианты Все варианты Они для Пути Священника Все остальные Мы там Единственное То что можем Выбрать По нашему пути Мятежника А вот здесь Мы можем Выбрать Теперь мой друг Другой Вариант Мы можем Выбрать Вариант Возглавить Восстание При этом Не казня Софью Потому что Софья Не во главе Бунта И получим мы Судьбу Во главе Восстание Восстание Плюс один Войска Плюс один Там некуда Повышать Простолюдины Плюс один Простолюдины Плюс один Нам очень важно Нам нужны Простолюдины Три Обязательно Раздвигая толпу Перед собой Ты идешь к ступеням И встаешь на возвышении Закатное зарево Устрашающе Освещает твою фигуру Подняв вверх Кулак Ты призываешь Народ к тишине Ты громогласно Объявляешь Софья Больше не вождь Восставших Я Виталя Бранте Поведу вас дальше Услышав это Народ замирает Недовольный ропот Проносится Над переполненной Площадью Как он смеет Этот Бранте Мы идем за Софьей А не за тобой Недовольство Толпы нарастает Но ты твердо Стоишь на своем Софья вела Весь город к уничтожению Резней и гибели Ее власть обернулась бы Только новыми страданиями Вы собрались здесь Не для того Чтобы упиваться Местью и разрушением Впервые в истории Вы в силах Дать начало Новому миру Справедливости для всех Равенству сословий Свободе от уделов Вы защитите город И дадите отпор Легиону Вы устоите И докажете Все империи Свою силу И тогда Наконец властям Придется считаться С вами А вслед за этим И со всем Простым народом империи Ты заканчиваешь Речь из последних сил Охрипшим голосом Ропот толпы стихает Недоверие и страх Уходят В глазах большинства людей Собравшись на площади Вновь светится надежда И вот раздаются Первые крики Веди нас Бранте Мы пойдем за тобой Бранте Виталя Бранте Толпа в искуплении Ревет твое имя Даже старые бойцы Последней капли Всегда хранившие Верность Софии Признают твое верховенство Ремесленники Торговцы Крестьяне Из предместий Вооружаются Переходя под начало Бойцов последней капли Тем временем Дозорные сворот сообщают Легион лишь в нескольких Часах пути от города Близится время Последнего столкновения Решится ли Исход восстания В битве Или же есть Мирный путь Все будет зависеть От твоих поступков В эти часы Простолюдины Плюс один до трех Войска у нас три Было Восстание Плюс один до девяти И во главе восстания Устранить Софию Но устранить ее Мирно Ты встаешь на место Софии И становишься Безоговорочным вождем Всех мятежных Сил Анизотии Таким образом И волки у нас Сыты Я И овцы целы София Ну что ж мой друг И достает у нас Последний Час Последний час На нашем пути К новым концовкам К хорошим концовкам Здесь нам нужно Теперь выбрать Вариант Отправиться К Эльборну Кстати у нас тут еще Новый какой-то Разблокировался А потому что София Надежда Потому что мы ее Отстранили От мятежа От главенства В мятеже Но при этом Не убив Она у нас Продолжает Действовать Ну тут Восстание плюс один Войска плюс один Нам вообще это Абсолютно не нужно Нам нужен первый вариант Отправиться К Эльборну Также восстание Кстати нам даст Плюс один Соответственно у нас Десять будет восстания И даст нам Дворян Один А нам нужны Дворяне для Мирного исхода Для мирной Концовки Можем потому что Огустен Эльборн Мятежник И жив Давай выбираем Этот вариант В городе остаются Многие знатные Семейства Которые не откликнулись На призыв Оттона и дворянского Ополчения Они предпочли Запереться в своих Имениях И не идти волной На простой народ Их все еще Можно привлечь На вашу сторону Но для этого Нужна помощь Высокопоставленного Дворянина Пока остается Время Ты берешь с собой Верных людей И отправляешься К префектуре Эльборн Встречает тебя Прямо на ступенях В окружении Отрядов жандармов Он с готовностью Откликается На твою просьбу Вы правы Бранте Многие дворяне Сомневаются Что их ждет В случае победы Восстания Мы должны Успокоить их Чтобы заручиться Поддержкой С помощью жандармов Вы отправляете Призыв Всем дворянским родам На которые Можете рассчитывать Эльборн Лично подписывает Письмо Каждому семейству Благородные господа Вы знаете Меня как Человека Слово Я верно Служил наместнику Но мой долг Защищать закон И справедливость Для всех сословий Произвол высшей знати И принадлежение Своим уделом Править Низшим сословием Мудро И с заботой Привели людей А не зоти На край отчаяния Поэтому я стою На стороне Восстания И призываю Вас к тому же Пусть вам будет известно Что после нашей победы Никого из вас Не ждет расправа Я Префект Эльборн Клянусь Что каждый Кто поддержит Восстание Словом и делом Получит свое Законное место В новом Преображенном Анизоте Возвращаясь Посыльные Один за другим Передают согласие Знатных семей Не чинить Препятствий Восстанию А лишь Немногие Не удостоили Эльборна Ответом Поддержка Знать И будет дорого Стоить В решающие Часы Столкновения Полночь И за стен Города Уже слышится Грозная Поступ Легиона Время Пришло Ты командуешь Войскам Общий сбор И готовишься Обронять Городские Стены Восстание На максимум Кровавая Резня Но кровавой Резни У нас Не будет Дворяне Плюс Один Ну или и будет Ну не столь Кровавая Как какая-нибудь Концовка Софьи Резня В Анизоти Которая она ждет Только в будущем В будущем В будущем Пока мы хорошие Получим концовки Битва За Анизоти Это событие Вызванное Твоим Предыдущим Поступками Условия Выполнено Восстание Больше шести Софья Не во голове Бунта Темная Пустошь За стенами Мятежного Анизоти Заряется Сотнями Огней Мерный Грох От тяжелых Сапог Лязг Доспехов Блеск Алибард Барабаны Воинственно Бьют Марш Городским Стенам В свете Факелов Движется Легион Магры Имперское Воинство Наконец Подходит Городу Чтобы покончить С неслыханным Мятежом Предводительствует Легионом Сам Гай Темпест Толк Наместника Этой же Ночью Пресечь Восстание И усмирить Город Прежде чем Известия Случившимся Разойдутся По империи Если же Наместник Промедлит И даст Восстанию Продлиться Еще хотя бы Несколько дней То поставит Под угрозу И свое положение И судьбу Всей вверенной В его власть Провинции Целый город Восставший Против имперской Власти О таком Не слышало Уже Несколько Поколений Твои Сегодняшние Решения Заставили Большую часть Города Присоединиться К бунту К ночи Мятежники Добились Огромного Перевеса Лагерю Защитников Империи Уже Не на что Надеяться На борьбу С бунтом Собрались Немалые Силы Но Слишком Поздно Верным Империи Войскам Теперь Не сделать И шага Против Них Восстал Уже Весь Город Обескровленной Тщетной Борьбой И павшей Духом Многие Защитники Империи Покидают Свой Лагерь И Сдаются На милость Мятежников От Полной Победы Восстания Отделяет Только Неумолимо Приближающийся Легион Время Стихийных Беспорядков И погромов Прошло Теперь Все силы Восстания Сплочены Вокруг Одной Цели Удержать Город Главные Силы Восстания Твердой Рукой Держат Порядок В лагере Мятежников Среди Немало Тех Кто Это Истовые Сторонники Новой Веры Которые Скорее Пойдут На казнь Чем Откажутся От Своего Учения И Это Те Мелкие Дворяне И Легионеры Которые Присоединились К бунту Этим Нарушили Клятву Верности Империи Теперь Им Не Дождаться Пощады А значит Уже Нечего Терять Все Силы Мятежников Стекаются В укрепленный Лагерь У городских Ворот Сзади Невосставшие Обнесли Его Баррикадами Чтобы Быть Готовым К обороны С обеих Сторон Бойцы Восстания Вооруженные Кто Ружьями Кто Копьями Топорами Кто Простыми Камнями Спешно Поднимаются На стены Легион Встает В боевое Построение Напротив Ворот Готовый По первому Приказу Командующего Пойти На решительный Штурм В ответ Защитники Штена Ощетиниваются Ружьями Вперед Под самые Ворота Выезжает Гонец От Гая Темпоста Во все Услышание Он Объявляет Требования На местника К мятежному Городу Мои Подданные Сей же Миг Сложите Оружие И откройте Передо мной Ворота Я знаю Что Бунтовщики Обманули Вас Даю Слово Аркний Ского Владыки Я Пощажу Всех Тех Кто Окажет Помощь Легиону И выдаст Мне Главарей Мятежа Если же Вы Ослушаетесь Приказа Вашего Законного Правителя Никому Из вас Не избежать Позорной Казни И посмертных Мук У подножия Сияющего Столпа Горец Легиона Гордо Подняв Голову Ждет Последнего Слова От Восставших Быстрым Взглядом Ты Окидываешь Стан Своих Сторонников Время Приготовления Прошло Сейчас Все Зависит Решит Какое Место Тебе Уготовано В истории И у нас Доступен Вариант Разбить Легион Можем Потому что Мятежники Потому что Воглаве Восстания Потому что Войска Больше Двух И поддержка Простолюдинов Равна Трем Последствия Разгром Легиона Власть Плюс Один Церковь Плюс Один Добиться А почему Я не могу Добиться Мира Подожди-ка Мне Духовенства Не хватило Это Концовка Считал Единички Где можно Получить У меня почему-то Выходило Что мне сейчас Будут доступны Обе концовки Но почему-то Удержать город Мы удерживали Если я не видел Это посмотри Обязательно Предыдущую Серию Так и называется Там у нас Собственно Концовка На удержание Города Смутное время Нам не нужно И прочее Сбегать Ну хорошо Я пересмотрю Наверное Что-то Просчитался Или что-то у нас Или что-то Скорее всего У нас изменилось Из-за того Что выбор Мы немножко Другие делали Я это как-то Наверное Не учел Скорее всего В общем У нас разбить Легион Есть Мы сейчас Эту концовку И получим А добиться мира Тогда в следующей Соответственно Серии Что ж мы друг Мы во главе Восстания Мы сейчас Разобьем Легион Добьемся Своего Военным Путем И Софья Даже жива У нас И семья Наша Эвакуирована И посмотрим Собственно Какой эпилог Будет в конце Я надеюсь Будет эпилог Очень Очень Хороший Положительный Просто прекрасный Великолепный Что ж Давай Разобьем их Победим Замерев С ружьями в руках Бойцы на стенах Ожидают твоего слова Ты в последний раз Взвешиваешь решение От твоего ответа Зависит судьба А не Зотти Ты оглядываешься На плотные ряды Своего мятежного воинства На город В котором Каждый Простолюдин На твоей стороне Ты готов Дать ответ С высоты Городских ворот Ты провозглашаешь В городе Больше нет Подданных Наместника А не Зотти Отныне Свободен За спиной Раздается громогласный Рев сотен Твоих сторонников Мы вам Больше не слоги Убирайтесь Прочь Гонец Молча Устремляется Обратно К построению Легиона Минута Затишья Затаит дыхание Ты следишь За грозными силами Противника И вот Тишина Взрывается Боем Строевых Барабанов И грохотом Тысяч сапог Легион Идет на штурм К оружию Пока бойцы Готовятся Встретить Нацист-легионеров Твои мысли Возвращаются К плану обороны Ты быстро Раздаешь приказы Отрядам на стене Будто расставляешь Игрушечных солдатиков Крепостная стена А не Зотти Выдержала немало Штурмов Ее камни Помнят еще Битвы до имперской Эпохи Легион же Прибыл в большой Спешке Он оснащен Лишь наспех Сколоченными Штурмовыми Лестницами Гаю Темпусту Во что бы то ни стало Нужно усмирить Города этой же ночью Значит легионеры Будут прорываться По стенам К воротам Чтобы изнутри Открыть их Основным силам Легион На приступ Наместник бросает Первые когорты На стену у ворот Сам командующий Остается наблюдать За штурмом Во главе отборной конницы Ты приказываешь Стрелкам укрыться За зубцами крепости Остальным бойцам Любой ценой Сбрасывать штурмовые лестницы Ни один легионер Не должен прорваться На стену С ворот Ты напряженно следишь Как авангард легионеров Бросается на штурм Наконец отдаешь команду Залп Ружейный огонь Сметает первые ряды легионеров Их тела вспыхивают Слабым светом И обращаются в прах Но многие так И остаются лежать Летераны легиона Встретили последнюю Из четырех смертей За залпом ружей Со стен Следуют камни и стрелы Волна штурма Ударила со стены И отступила Первая атака легиона Захлебнулась Мятежники Провожают отступающих Легионеров Глубливыми криками Но ты призываешь Всех сохранять бдительность Это только начало Приготовьтесь Взять стену Ну же бойцы Это всего лишь Простолюдины Им не выстоять Против нас И вот легион Идет на второй приступ На этот раз Гай Темпес Бросает сразу Две когорты На стену Слева от ворот Вслед за тяжелой пехотой Вперед выдвинулись И лучники Даже оружейные залпы Не могут остановить Такой удар Штурмовые лестницы Взмывают вверх Ваше укрытие Осыпает град стрел Держать строй Защитники стен Пытаются сбросить лестницы Швыряются Нападающих камней Льют на них Кипящее масло Но натиск Слишком велик Один с другим Легионеры Спрыгивают с лестниц И врываются На городские стены Если вы дрогнете Сейчас Все кончено Собирая за собой Лучших бойцов Ты ведешь их На легионеров На стенах Начинается отчаянная рубка По всей стене Яркими огнями Вспыхивает Праг погибших Ты и твои бойцы Отчаянно рубите Стреляете Сбрасываете врага Со стен Штурмовые лестницы Летят вниз Атака отбита Еще дважды Гайтемпы Сбросает легион На приступ Дважды стены Обогряются кровью Дважды твои воины Выдерживают натиск Скоро рассвет Даже со стен Ты видишь Как несмело И медленно Легионеры Строятся для новой атаки В отчаянии Сам наместник Выезжает Перед оробевшим воинством Вы боитесь Простолюдинов Едва научившихся Держать оружие Бойтесь Лучше гнева Императора Бойтесь Гнева Темпостов Ваш великий долг Вернуть законную власть В Анизоте Этот мятежный город Должен пасть Вперед Я сам поведу вас в бой Наместник поднимает Высоко над головой Старинный меч Ряды легионеров Охватывает трепет Уже столетия Никто из императорской семьи Не брался за оружие сам Первые лучи солнца Появляются на горизонте Пробиваясь сквозь серые тучи Легионеры выступают В решающую атаку Вслед за командующим Ты Оборванный Окровавленный Еле стоящий на ногах Поднимаешь уцелевших бойцов На последнюю оборону Явись сюда Сегодня Сами близнецы Даже они Не прошли бы За стены Анизотти Но время для речей Давно прошло Остается только дым Кровь Лязг мечей Остается только Сражаться И победить На твоем пути Вверх взмывает Имперский стяг Легионеры Взбираются на стену Вслед за своим Предводителем Сейчас Или никогда Вместе со своими людьми Ты устремляешься К штандарту Вы возьмете В плен Самого Гая Темпеста Уже чувствуя Вкус победы Твои бойцы Отдают последние силы Чтобы прорваться К вражескому полководцу Легионеры Пытаются построиться Вокруг наместника Но яростные Мятежники Сметают их С пути Гай Темпест Окружен Искусно орудуя Мечом Он сражает Одного твоего бойца С другим Пока свирепый Натиск Целого отряда Мятежников Не заставляет Его выронить оружие Аркнийский Вельможа Цепенеет Словно не веря В происходящее Имперский штандарт За его спиной Летит за стены Внизу Легионеры Бросают лестницы И обращаются В бегство Победа Выжившие Защитники Стену Стало прислоняются К зубцам Или вовсе Падают без сил Внизу Ворот раздаются Торжествующие Выкрики Волной Они несутся Дальше По улицам И площадям По всему Восставшему Городу Победа Анизотти Завоевал Свободу Во главе Своих Верных Сторонников Ты приближаешься К плененному Гаю Темпосту Наместник Смиряет тебя Холодным взглядом В его голосе Сквозит Искренняя Горечь Безумцы Вы обрекли Свой город На уничтожение Я не был Вам врагом Пока Вы не вынудили Меня повести На вас войско Шаг за шагом Я бы изменил Жизнь В своей провинции К лучшему Но теперь На вас обрушится Мощь всей империи Кара Будет ужасной Ты напоминаешь Наместнику Теперь он Наместник Магры И брат Самого Императора Ваш заложник Теперь Властям Придется Пойти С вами На переговоры А пока Низотти Будет оставаться Свободным Вести О вашей победе Разойдутся По всей империи Они поднимут На борьбу Остальные города И целые провинции И что будет дальше Вы хотите Всеобщей войны Что будет С империей После ваших бунтов Ты оборачиваешься На родной город От которым Восходит солнце Нового дня И отвечаешь Бывшему владыке Империю Ждут перемены И к чему бы Они не привели Это будет Лучше Чем старый порядок Лучше Вечной Несправедливости Жестокости Бесправия Время Старой власти Ушло Ты вместе С остальным Народом империи Будешь Искать Свой Путь К новому Миру Гай Темпост Отвернувшись Не удостаивает Тебе ответом Ты веришь Увести Высокородного Пленника Наконец Ты прислоняешься К стене И вдыхаешь Полной грудью Неужели Все закончилось Нет Сегодня Начинается Новая эпоха В памяти Всплывают Минувшие годы Трудные решения Поступки Благодаря которым Сегодня Ты вписал Своё имя В историю Виталя Бранте Принесший Победу Восстанию Венезотти Твоя судьба Свершилась Власть Плюс один До пяти Власть Террора Церковь Плюс один Новая Вера Получено Достижение Разгром Легиона Событие Произошло Восстание Одерживает Решающую Победу Над имперскими Войсками Восстание Победило Город Торжествовал И я Был тем Кто Принес Людям Эту Победу Будет ли Пилок Хорошим Будут ли Судьбы Всех Людей Хорошие Или опять Там Всех Переказнят Перевешивают И так далее Утро Нового Дня Так Это сейчас К нам придет Старший Близнец Да Это мы так же читали Читать не будем Пожалуй Давай сразу Перейдем к выбору Это у нас Бог пришел К нам Явился И спрашивает Как же вы до такого Докатились Может что-то Изменить стоит Давай мы на этот раз Выберем Хороший вариант Потому что у нас Хорошая такая Позитивная концовка Мы многого добиваемся И у нас она Не кровавая Какая-то там Она такая Прогрессивная Поэтому давай Выбирать Прогрессивный вариант Кому же Разблокированный Потому что Натан у нас Пророк Давай даровать Всем прощения Любая жизнь Долгий путь На котором Не избежать Ошибок Боги должны Дать смертным Надежду На прощение Давай же Даруем Всем прощения Ты потираешь Такая жизнь Я слышал сегодня Подобные слова От одного Молодого Человека Которого Так рано Настигла Старость И мудрость Это Ланатане Он уже Натана нашего Встречал Ничего себе Я чувствую боль И правду В твоих словах Спасибо Что рассудил Наш спор Виталя Мягко Улыбнувшись На прощание Старик Уходит прочь Откуда ему Известно Твое имя Ты оборачиваешься След На улице Исход Восстания Силы Восстания С тобой Во главе Заставили Легион Отступить Мятежники Торжествовали Впервые Имперские Войска Оказались Бессильны Перед волей Простых Горожан Отныне Они зоти Становятся Свободным Городом Где все Сословия Будут равны Управлять Им будут Сами Жители На восставший Город Была Выброшена Вся Военная Мощь Империи Если бы В твоих Руках Не остался Гай Темпес Наместник Магры Многие Вельможи Яростно Требовали От утра Второго Не вести Никаких Переговоров С мятежом И утопить Его в крови Но император Не решился Обречь Своего Брата На гибель И отправлять На штурм Они зоти Новые Войска Пока Велись Долгие Переговоры Об освобождении Гая Темпеса Вести О восстании Дошли Даже до Оружие И присоединяются К восстанию Имперские Войска Пытаются Остановить Разрастающее Пламя Бунта Но слишком Поздно Легионы Терпят Одно Поражение За другим Недовольство Императором И всем Родом Темпестов Растет При дворе Начинается Жесточенная Борьба За власть Вскоре Всю империю Потрясает Известие Император Уттер Второй Найден Мертвым В своих Дворцовых Покоях Его Наследники Джерриан И Флави Исчезли Без следа Пока Трон Пустует Благородные Дома Обвиняют Друг друга В заговоре Против Темпестов И погрязают В междоусобицах Тем временем Мятеж Разгорается Знамя Восстания Поднимается По всей Империи Земли Чьи жители Отвоевали Свободу От уделов И дворянского Гнета Образуют Оборонительный Союз Лигу Равных Но и прежние Владыки Не собираются Так легко Выпускать Власть Из своих Рук Под знамена Старой Аркнистской Знать Истекается Множество Войск Империя Расколота Надвое Грядет Война Но кто бы Не одержал В ней Верх Мир Уже Не будет Прежним Понятно Мы ввергли Страну В гражданскую Войну Но это Достаточно Позитивно Ну уж точно Позитивнее Чем была у нас Прошлая Концовка С удержанием Города Власть Власти провинции Были сметены Кровавым шествием Мятежа Последняя капля Ее сторонники Уничтожили Всех прежних Господ И оставили После себя Хаос И безвласти Провинция Неизбежно Оказалась Во власти Разбойничьих Шаек И мародеров Старый порядок Рухнул Но сможет ли Народ Магры Построить на его Месте новый Конечно сможет Церковь Новая вера Не только выставила Под гнетом Ордена Инквизиции Патриарха Кассия Но и стала Главенствующим Учением На землях Магры Отныне Большинство Священников Исповедуют Что каждый Житель империи Волен сам Выбирать удел Старая вера Утратила прежнее влияние Теперь ей следуют Только самые Непримиримые Из священников Старая знать Провинции И опасливые Простолюдины Из отдаленных Деревень Достаток Магры Потрясения Последних лет Не оставили И следа От былого Благополучия Магры Плодородные Почвы Разоренны Шахты Рудники Заброшены Мануфактура И цеха Остались без работников Страх перед голодом И нищетой Заставляет трудей Вернуться к тяжелому Ручному труду И надежному Опыту предков Простолюдины Толпами Покидают города В надежде Получить хоть немного Пропитания От суровой земли Магры Провинции Предстоят голодные И тяжелые времена Порядок Беззаконие Смутой Вседозвольность Обрушили провинцию Магры В пучину Хаоса Жители не знают Чьи приказы Им слушать И каким правилам Следовать Власти больше Не способны Поддерживать Порядок Простолюдины Сбиваются В разбойничьей шайке Дворяне Погрязли В междоусобных Распрях Кровь Гребежи И беспорядочное Насилие Поглотили всю Магру И расползлись По всей империи Знамение богов Пророк По имени Натан Учил жителей Империи Что ныне Человек Нарушивший Божественный Закон Должен Молить Близнецов О прощении Люди Сомневались В словах Пророка Пока Сами боги Не явили им Знамения Теперь Каждый Кто умирал Малой смертью И отправлялся Навстречу С близнецами Возвращался В земной мир С благой Вестью Боги Познали Прощение И оно Будет Даровано Каждому Кто искренен В своем Раскаянии И готов Исправить Проступок Отныне Судьба Филиппа Эльфера Господин Эльфера До последнего Не верил Что созданная Им самим Последняя Капля Восстанет Против него Но Советник Тайной Канцелярии Своим Примером Лишь подтвердил Что отныне И простолюдины Имеют право Судить Филиппа Стал первым В истории Кто был казнен По приговору Народа Первым Но далеко Не последним Судьба Дория Оттона Аркнистский Военачальник До последнего Сопротивлялся В оставшей Черни Однако В огне Всеобщего Мятежа Даже Такой Искусный Боец Был Обречен На поражение Плененный Разъеденной Толпой Надменный Арк Накончил Свою Жизнь В страшных Мучениях Лишь Когда его Дух И тело Были Окончательно Сломлены Ему Было Позволено Умереть Труп Некогда Могущественного Префекта Огустона Эльборна Исполнилось Восстание Дало ему Шанс Принести В мир Новое Общество Остаток Жизни Он посвятил Преображению Родного Города И провинции С помощью Бывшего Судьи Город Забыл Варварские Обыча Старого Дворянства И установил Всеобщее Право Эльборн Многое Сделал Для построения В Анизотти Новой Народной Власти За что Пользовался Огромным Почетом Среди Жителей Префект Альборн Умер Своей Смертью В окружении Друзей И сторонников Он Оставил След В истории Как один Из Предводителей Восстания И важный Деятель Новой Эпохи Судьба Отца Ленарта Настоятель Ленарт Так и не Достиг Цели Своей Жизни И не Стал Патриархом Отвергнутый Богами Он Снял С себя Сам Священника И стал Отшельником Позже Многие Последователи Новой Веры Пытались Отыскать Бывшего Настоятеля Чтобы Он Направил Их На Верный Путь Никому Это Не Удалось Для Нововеров Ленарт Остался Величайшим Наставником Своего Времени Но Ревнители Старой Веры Навсегда Запомнили Его Как Злейшего Врага И Нарушителя Божественного Замысла Судьба Томаса Когда В Анизоте Полыхнуло Восстание Томас Геро Уже Был Далеко От Города И Заботился Своей Новой Семье Но Узнав О Победе Восстания Томас Вместе С семьей Спешно Вернулся В родной Город Вдохновленный Твоим Триумфом Он Тоже Захотел Внести Посильный Вклад В построение Нового Порядка Ты Радостно Приветствовал Старого Друга В освобожденном Анизоте Упорным Трудом И честной Службой На благо Городу Томасу Удалось Добиться Звания Капитана Городской Стражи Капитан Томас Геро Долгие Годы Стоял На Страже Мира И Порядка Во Все Еще Неспокойном Анизоте До Конца Жизни Вы Оставались Друзьями Судьба Софьи Близость С тобой Помогла Софьи В последний Момент Свернуть С пути Бесконечного Разрушения И Отыскать Своё Место В Новом Мире Софья Яростно Сражалась За Свободу Анизоте До Самой Победы Она Всегда Оставалась Тебе Верной Подругой И Соратницей Вы Вместе Продолжали Строить Новый Порядок И Бороться За Него В Этой Борьбе Софья Обрела Не Только Свободу Впервые За Много Лет Мучительная Боль Которая Жила В Ней С Самых Юных Лет Отступила Наконец В Ее Сердце Появилось Место Иным Чувствам Кроме Ненависти История Запомнила Софью Как Непримиримого Борца За Благо Простых Людей И Главного Из Твоих Соратников Судьба Семьи Бранте Благодаря Тебе Семья Бранте Вовремя Покинула Восставшая Анизотти И спасла Свои Жизни Узнав О твоей Победе Семья Спешно Вернулась В город Вот Видишь Все правильно Сделали Что Отослали Их Поскольку Твои Родственники Не запятнали Себя Борьбой Против Восстания Никто Не препятствовал Их Спокойному Возвращению Ты Приветствовал Родных В Освобожденном Анизотти С твоей Помощью Семья Вливается В новое Общество И стремится Найти В нем Своё Место Судьба Роберта Бранте Роберт Бранте Горько Сожалел О том Что Не поверил В дело Восстания И не Выступил В его Поддержку Так И не Решившись Занять Сторону Он Остался На Обочине Истории После Победы Восстания Твой Отец Вновь Был Избран Жителями Судьей И Помогал Городу Принять Новые Более Справедливые Законы Хотя Его роль В жизни Анизотти Была Скромной Роберт Бранте Остался В памяти Горожан Как Честный И Достойный Судья Судьба Лидии Бранте Лидия Бранте Никогда Не Сомневалась В победе Имперских Сил И Справедливости Старой Веры Она Так И Не Смогла Смириться С Новым Порядком До Конца Жизни Она Отвергала Новую Веру И Строго Следовала Уделу Простого Сословия Матушка Тщетно Пыталась Вернуть Тебя К Старой Вере И Беспрестанно Напоминала О Подножии Сияющего Столпа Ей Уже Никогда Не Понять Твоих Поступков Когда Настал Ее Последний Час Матушка Без Страха Отправилась На Суд Близнецов Ведь Она Оставалась Праведницей Даже Когда Остальной Мир Отвернулся От Старой Веры Судьба Стефана Бранта Стефан Не Принял Новый Порядок Он Был Разочарован Твоим Выбором И Победой Восстания Жизнь В свободном Анизотте Отняла Бо У него Все Привилегии Положенные По Рождению Несмотря На Все Разногласия Старший Брат Не Стал Твоим Врагом Однако Он Решил Покинуть При Императорском Дворе Старший Брат На Долгие Годы Оказался Вдали От Семьи Но Продолжал Носить Фамилию Бранте И Слал Письма Родным Прямодушному Стефану Приходилось Не Просто Среди Столичных Интриг И Изощренной Борьбы За Власть Из-за Своих Смелых Амбиций Он Быстро Нажил Множество Врагов В скорости Его Несправедливо Обвинили В заговоре Против Императора Однако Стефан Нашел В себе Силы Обратиться За помощью К отцу Сведующему В судейских Делах И Столичной Дипломатии Вмешательство Роберта Спасло Его От Неминуемой Казни Справившись С кознями Врагов Стефан Воспользовался Ложными Обвинениями Чтобы Упрочить Своё Положение И Быстро Продвинуться По Карьерной Тёплые Чувства Судьба Глории Глория Горько Сожалела Что Ей Самой Не Удалось Внести Вклад В Великую Победу Восстания Но Она Вместе С Тобой Приняла Участие В Создании Нового Прядка В Анизоти Твоя Сестра Избрала Своей Целью Просвещение Простолюдинов И Сплочение Города Только Что Вступившего В Новую Эпоху Орудием Глории Стало Ее Неутомимое Перо Ее Вдохновенные Стихи И статьи Расходились По всему Анизоти И укрепляли В головах Людей Идеи О равенстве Сословий И свободе От уделов Глория Бранте Вошла В историю Как Первый Поэт Из Простого Сословия И Правозвестник Нового Времени Судьба Натана Бранте Уйдя Из дома С твоего Благословения Натан Неведомым Образом Смог Покинуть Охваченный Мятежом Анизоти И отправился В долгие Странствия По империи Он выходил Целым И невредимым Из всех Передряг Казалось Сами Близнецы Хранили Его Спустя Месяц Искитания И отшельничества Натан Вдруг Вернулся В Анизоти Там У белого Древа Он произнес Проповедь В ней Твой брат Возвестил Что встретил Справиться К подножию Столпа Но Старший Прислушался К нему Проникся Жалостью К своему Созданию И простил Натану Все прегрешения Натан Собрал Вокруг Себя Множество Сторонников Которые Объявили Себя Свидетелями Старшего Их Учение Начало Распространяться По всей Империи Последователи Натана Несут Весть Что Боги Научились Прощению Судьба Грегора Бранте Даже в посмертии Грегор Бранте Не дождался Исполнения Своей Великой Мечты Его Потомки Так и Не добились Дворянства Меча Для Семи Бранте Бранте Уже Никогда Не Стать Одним Из Благороднейших Родов Империи Род Которому Положил Начало Грегор Бранте Никогда Не Придет Бессмерти Твоя Судьба Вместе С другими Предводителями Восстания Ты Был Избран Ты Положил Жизнь На То Чтобы Сохранить Завоеванные Свободы И Построить В Анизоте Новый Справедливый Порядок Ты Стал Подлинным Голосом Восстания Ты Неустанно Нес Идею Нового Порядка Дальше По всей Империи Благодаря Тебе К борьбе За перемены Присоединились Целые Города И Провинции Своей Необыкновенной Жизнью Ты Доказал Несмотря На Все Преграды Любой Простолюдин Способен Взять Судьбу В свои Руки И Изменить Мир Вокруг Себя Начав Свой Путь В оковах Тайной Канцелярии Ты Сумел Не Только Вернуть Себе Свободу Но И Завоевать Ее Для Других Ты Вошел В Историю Как Освободитель Анизотти И Глашатой Новой Эпохи Таковы Были Жизнь И Страдания Человека По имени Виталя Бранте И Все равно У нас Истинная Смерть Настигла Да Так У нас Тут То же самое Писание Все Да Читать Мы его Не будем Мы его Читали В прошлой Серии Если не Видел Почитай Да Было Прикольно Так Что я Выберу Я Спокоен В принципе Ты Спокойно Принимаешь Все Происходящее С тобой В жизни Сотворенные Близнецами Такова Была Твоя жизнь Но вообще Она была Непокорная Ты Прожил ее Сам По своей Воле Я точно Не сожалею Я не рад Гибели Я никого Не ненавижу Я не благодарен Я непокорен Давай Выберу Спокоен Я Давай-ка я Выберу Спокоен Я спокоен Потому что Я пришел К хорошей Прогрессивной Концовке Она Вероятно Не совсем Чуть-чуточку Не дотянула До самой-самой-самой Прям хорошей Которая будет В следующей серии Я надеюсь Собственно Про мир Там Собственно Параметров Больше нужно Выполнить В концовке Мир с наместником Вероятно Чем больше условий Тем она сложнее Тем она лучше Ну что ж Значит Следующую Посмотрим Самую-самую-самую Концовку В следующей серии Лучше ли она Этой будет Созидание Да Созидание Пусть будет у меня Я созидал Насозидал Блин Что гражданская война Теперь В стране Ну А как Что-то хорошего добиться Нужно чем-то жертвовать Война пройдет Победят простой люд И Будет у них Демократия Свобода Равенство Братство Круто Ради власти Ради счастья Ради веры Ради счастья Ради блага других Ради блага других Я шел А ради свободы Я выбираю свободу И что я оставил После себя Перемены Ты открыл миру Дорогу к переменам Которые будут жить После тебя Да Я оставил миру После себя Перемены И сделала ли Моя жизнь Мир лучше Да Мир Стал Лучше Я верю в это Кто вершил Мою судьбу Здесь по прежнему Наверное так же Выберу Высшие силы У нас изначальный Такой выбор Был в самом начале Я пока специально Не буду выбирать Противоречивые Здесь варианты Специально Мы это сделаем В следующих концовках В каких нибудь Кровавых У нас там Еще плохие концовки Есть Вот в плохих концовках Будем выбирать Плохие противоречивые Варианты Хотел бы я прожить Свою жизнь Иначе Нет Нет Меня она абсолютно Устраивает И снова Мы переключаемся За богов И снова Я предлагаю Отправить нас На вершину Столпа Естественно А где мне еще место Только там Только там Только на вершине С такой-то концовкой Вообще Выше вершины Я должен располагаться Выше всех И такова Наша хроника Жизни Что ж Мой друг Вот такая у нас Концовка была Ставь лайк Если понравилось Впрочем Можешь поставить Дизлайк Если не понравилось Она очень длинная Долгая у нас серия Жутко Но мы добились Концовки И как иначе Видишь тут Очень-очень-очень Очень долгие концовки Мой друг Пиши в свои комментарии Свои впечатления Как тебе эта концовка Больше понравилась Чем Город удержан Предыдущая Или как И до встречи В следующей серии До встречи В следующих Концовках Пока Мой друг Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok